МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гуманитарная наука и математика. И всегда, еще в детстве, в школе, нас делят на людей, которые соображают что-то в математике, и людей, которые гуманитарии, и от них не требуется ничего, но разве что дважды два умножить. О том, чем занимается современная математика, насколько она полезна в жизни каждого человека или вот сейчас в нашем современном мире, или всего общества, какие задачи стоят перед современной математикой, об этом сегодня мы будем говорить с гостями. В студии, которые профессионалы как раз в этой дисциплине. Я с удовольствием вам представляю Евгения Абрамовича Бунимовича, которого мы, зрители телеканала «Культура», знаем скорее как поэта и писателя, а также человека, занимающегося детьми. Но не надо забывать о том, что вы математик и главный редактор журнала «Математика в школе». Рада вас приветствовать. Михаил Леонидович Хазин, здравствуйте. Здравствуйте. Экономист прежде всего, но и математик тоже, насколько я знаю. Ну, я по образованию математик. Вот. Так что о математике сегодня будем с вами говорить. И Николай Николаевич Андреев, кандидат в физико-математических наук, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики математического института имени Стеклова Российской академии наук. Вот, собственно, мы сегодня прямо по вашей специальности разговариваем, популяризируем, надеюсь... И пропагандируем математику. Пропагандируем математику. И более того, я хочу вам сказать, что даже в вступительном слове вы уже показали, что плохо мы этим занимаемся. Вот мы с Колей и со всеми остальными. Потому что когда в самом начале было сказано, что вот есть математика, а есть гуманитарные предметы и культура, и так далее, ну, во-первых, в моем представлении, и даже не только в моем, математика вообще является наукой гуманитарной. Потому что никогда, в отличие от физических объектов или химических объектов, вы никогда за окном не видели ни синусов, ни логарифмов. Это некоторое умственное представление, вполне гуманитарное. И то, что у нас есть представление, что вот есть математика, а вот есть культура, да, это наша большая проблема. Проблема тех, кто учит математики, кто говорит о математике. Вот у нас были большие обмены, например, с французскими учителями математики. Я их время занимался. И в какой-то момент французское министерство иностранных дел перестало это финансировать, потому что в этом году, сказали они, мы финансируем проект только в области культуры. И я сказал своим французским коллегам, дорогие мои, это ваша проблема. Если ваш министр не был обучен в школе, что математика – это неотъемлемая часть культуры человеческой, то это проблема учителей математики, а никого больше. Так что пропагандой математики, к сожалению, мы пока занимаемся мало. Но у нас на самом деле единственное в Российской академии науко-структурное подразделение, такой вот лаборатория, она не так давно была создана по пропаганде математики. И я сегодня постараюсь приводить какие-нибудь примеры. Опять же, контрпример, к вашему утверждению. Послушайте лекции ведущего российского лингвиста Андрея Анатольевича Залезняка. Это чисто математический ум. И не слушайте никогда экономистов, у которых нет математического образования. Вот у Хайзина есть математического образования, его можно слушать. Если у кого-то нету, если у кого-то из экономистов нет математического образования, все его прогнозы вообще мало интересны. Хорошо, это я поняла теперь, как отличать экономистов ложных от… Вопрос о гуманитариях, да, мой одноклассник Вовочка Туровский, сын самых известных специалистов у нас по кино, Майя Туровская, и зять Залезняка, мне очень долго объяснял, когда мы учили в 10 классе, что утром будет поступать на отделение структурной преподавательной лингвистики филфака, и это не есть измена математики. Это на самом деле, собственно, и… И, кстати говоря, когда вы представляли меня и сказали, а вот он поэт, а вот он математик, вы знаете, меня не раз спрашивали там вообще какие-то разные области, а на самом деле есть одно очень важное, близкое очень свойство. Это на самом деле такая основная, если говорить в широком смысле, бесполезность того, чем ты занят. С поэзией это как бы понятно всем, да, но человек пишет стихи, это не более чем странно, да. С математикой, ну, насколько, Николай, сейчас считается, примерно считается, что КПД у математики не больше, чем у паровоза, да, то есть если считать все то, что думали, о чем думали, придумали математики, все вот эти структуры, теоремы, вот все эти теории и так далее, сколько из них имеет практическое применение? Я думаю, не больше 5%. Ну да, вопрос, как другие науки. Да, это не так важно, потому что без вот этой пирамиды она уже развиваться не будет. Поэтому поддерживать-то пирамиду все не необходимо. Нет, другое дело, что то остальное, вот эти 5%, они настолько окупили математики, это что за счет дешевая наука? Почему в России она так прекрасно развивается? Представьте себе, что нужно физику? Представьте, эти какие-то синхофазотроны, какие-то химику, какие-то нужны, какие-то химикаты, реакции, ну, понятно, куча вещей. Что нужно, КПД? Вот то, что лежит перед вами. Бумага и ручка. Бумага такая прекрасная, потому что тоже нужна бумага и ручка. Да, вот литератор, поэзия и математика, почему они не становятся хуже при любых кризисах? Понимаете? Да. Потому что ничего не надо, вот поэзия, математика и вот здесь что-то. Все. Сразу масса тем вы задали, мне хочется тут же отреагировать на некоторые. Конечно, вы сказали про отделение структурно-прикладной лингвистики, я сама там училась, правда, не очень долго и сбежала оттуда. Дурочка. Неизвестительная. Дурочка. И, конечно, поэтому, конечно, я понимаю о том, что это может быть очень близко, но то, что вы сказали про академика или залезняка, или можно взять другую гуманитарную вещь, насколько математика отличается от логики или просто здравого смысла, работы ума, которая нужна в любой дисциплине, в лингвистике, филологии, в истории, где угодно. Вот здесь вы говорите, что у залезняка очень логичные, точные тексты. Но тогда объясните мне разницу между логикой и математикой. Евгений Абрамович согласен, что, собственно, родил логики во многом и учит математики в школе. Неважно, ту или другую теорему его научили. Главное, что вот на этих теоремах, на вот этом материале, научили воспитывать логику. То есть, вы знаете, не только теорема, а просто. Математика для того нужна, как у нас написано в школе. Да, везде ломоносы. Да, она ум в порядок прямой. Она не ум в порядок. Понимаете, в чем дело? Была замечательная статья, был такой математик Марат Евграфов, который написал замечательную, очень большую статью, «Математика – это язык». А вот вся проблема в том, что во многих других науках, где теоретически, вот эта вот внутренняя культура мышления, она бы вообще не помешала. Ее как-то не прививают. И в результате… В науках не прививают? Ну, конечно. А разве тогда не предстоит быть наукой, если нет культуры мышления? В результате гуманитарной науки почему-то людей не принято дрессировать на внутреннее качество мышления, на логику и на все остальное. Мне только не нравится слово «дрессировать». Но вы понимаете, в чем дело? Мне не нравится, что обидели гуманитариев. Я могу сказать вот что. Вопрос не только о гуманитариях. Я, например, давно говорил и до сих пор утверждаю, у нас в стране, например, очень много претензий к судебной системе, естественно, в том числе коррупционной составляющей. У меня есть претензии к другой составляющей. Я просто время от времени сталкиваюсь по своей другой работе по защите прав с тем, что судьи, они не очень понимают, что если А следует Б, то из Б не обязательно следует А. Они просто вот эти простые логические конструкции просто не понимают и нарушение вот этой логики в судебном, в следовательской ситуации, в судебном приговоре. Это страшные, серьезные вещи. И поэтому я говорю, естественно, слушайте, ну давайте сделаем так, чтобы все-таки на приемных экзаменах учитывали математику, когда принимают суд. И может быть тогда и коррупции будет меньше. Это очень важный момент, потому что это момент объективный. Понимаете, чем еще хороша математика? И вы начали эту тему. Я хотела об этом говорить, только я боялась к этому подойти. Мне кажется, уж простите за предстоящий гневный наук, мне кажется, что сейчас вообще, вот в последнее время, да, наше время сильно изменилось, идет тотальное наступление вообще на логику, вообще на систему причинно-следственных связей. И это пропагандируется просто как будто вот эта новая эпоха. По банальной совершенно причине. По какой? Потому что современная экономика – это экономика потребления. потребителю излишняя логика не нужна. А то он начнет задаваться вопросом, откуда взялись деньги. А не получится ли так, что я сегодня потрачу, а завтра придется отдавать или еще чего-то. Чтобы у него этих вопросов не было, у него все внутренние механизмы причинно-следственной связи целенаправленно разрываются. По этой же причине... Это делаются средства массовой информации. И в поле уничтожают любую системность в образовании. То есть не объясняют людям, что из-за следует Б, С, Б, С, С, Д. И что вот это и вот это, они связаны между собой. Нет, это же отдельно, это отдельно, это отдельно, это отдельно. По каждой из этих точек есть отдельный узкий специалист, который больше ничего не знает. Каждому надо отдельно заплатить, грубо говоря. А ваша задача – потреблять и, самое главное, в ней не думать. Вот я только не думаю, что это все делается так уж сильно целенаправленно. Человеку свойственно воспринимать что-то как что-то такое нездешнее, когда он это не очень понимает. Я, например, с удовольствием слушаю в новостях Центрального канала, недавно я услышал, что в Москве арестовали группу лжеэкстрасенсов. Из чего следует? Что есть другие экстрасенсы. Более того, один из них дает комментарий. И что вы хотите, если это государственный канал, и это вечерние новости, я не думаю, что ведущий специально наводит. Но да, это такое сегодня представление. Это уже общее падение уровня культуры. Да, это просто общее падение уровня культуры. Про экстрасенсов говорить не будем, потому что я видел людей, которые делают нечто, что наукой современной необъяснимо. Это не значит, что это в принципе не значит. Но мне нравится, что следственные органы определяют. Современные органы. Уже все это хорошо. Следственные органы, это понятно. Не будем туда уходить, вернемся. Да, но, кстати, когда я говорил про то, что целенаправленно, целенаправленность вовсе не обязательно это чья-то личная инициатива. Очень часто целенаправленность возникает в связи с некоторой логикой, грубо говоря, больших масс. Может быть и слава богу, знаете, потому что если начнут ковыряться, то к математикам появится очень много претензий. Я вот сейчас, когда шел сюда, я подумал, что да, действительно, канал культура, и подумал, вот есть фильмы о математиках, да? В последнее время они стали появляться. В основном это, к сожалению, не наши, не отечественные фильмы. Например, какие-нибудь игры разума? Да, игры разума, например. Несколько есть таких фильмов, кстати, очень неплохих. И вышедших в широкий проход. Какой там математик? Если он гений, то он обязательно сумасшедший. Это просто обязательная склейка. Ну или вот, например, образ реальной Перельмана, который отказался, про которого все широкие массы знают только, что он отказался от миллиона, и поэтому он сумасшедший. Да, и поэтому он сумасшедший. Вот это потрясающе тоже, логическое связь, что человек, который по каким-то причинам, тебе неизвестным, отказывается от большой суммы денег. Потому что таких причин не может быть. Да, вот понимаете, вот это представление, оно очень характерное. Это просто, опять-таки, неявно запрещается обнародовать логику, в которой это. Ребята, мы общество потребления, самое главное счастье для нас – это деньги, поэтому человек, который от них отказался, он сумасшедший. Да, да, да. Как только эту логику, все понятно. Это человек, который отказывается признавать вот этот вот, вот тот мир, в который вы его силы заставляете. Вот он не хочет в нем жить. Мы вас перебили про сумасшедших, потом обязательно Николай дадим слово. Но я хочу сказать, вы знаете, есть другой фильм, который я бы советовал нашим, потому что здесь все-таки нас слушают, наверное, те зрители, которые вообще хоть что-то смотрят и пытаются что-то посмотреть. Есть фильм, я забыл, как он называется в нашем прокате, но поскольку у нас президент уже использовал недавно этот термин «маржин колл», фильм в международном прокате называется именно «маржин колл». Речь о знаменитом кризисе 98-го года, когда все рухнуло. Но рухнуло, как вы, может быть, помните такое слово «деривативы». И любой математик знает, что «деривативы» – это вообще-то очень близко к слову «производное» вообще и так далее. И на самом деле, поскольку очень много моих учеников находится сейчас вот в такой вот банковско-финансовой какой-то сети, я, к сожалению, должен признаться, что математики, которые построили очень сложные, серьезные экономические такие пузыри, имеют прямое отношение к этому делу. И в этом фильме поразительно, очень хороший фильм, который рассказывает о финансовой катастрофе. Главный герой – математик, который увидел первым эту кривую, так, и вокруг этой кривой начинается вот вообще, когда уже фильм, где нет ни любви, ни смерти вообще, держит тебя в напряжении полтора часа из-за кривой, понимаете? О которых говорили. Это уже хорошо, понимаете? Но самое смешное, что из-за этого кризиса, я думаю, все, если всех уволят наших математиков, но поскольку вытащить всех могут тоже только они… Нет, я прошу прощения, тут уж я скажу как специалист. Да. Это вообще не имеет отношение к науке. А вообще, если мы будем говорить о… Как бы, произнесем страшное слово «тоталитаризм», да? Самое страшное… Я думала, что слово «страшная кризис», говорят, что его запретили произносить. Самая страшная тоталитарная структура, которая существует в истории человечества, это устоявшаяся научная школа. Смелое утверждение. Смотрите, но есть, например, авторитарные системы, например, театр, которые никак по-другому… Конечно, авторитарная научная школа, экономическая. Которая утверждает, что все те, кто в нас входят, они экономисты, и все остальные неэкономисты. По этой причине они не могут быть неправы. Если что-то произошло… Это очень, кстати, уважаемо. Это произошло… Это экономистам, а не математикам. Да, это очень всех волнует, потому что… Я просто расскажу историю. Расскажите, расскажите. Она очень показательная. Я окончил механико-математический факультет МГУ в 1984 году. И меня направили в Институт физической химии. Там была замечательная история, когда я еще был на пятом курсе, мне великие математики, по-настоящему великие, которые в списки всех мировых входят. Они мне объясняли, почему я ничего не понимаю в жизни. Может быть, я потом чуть расскажу. Но я пришел в Институт, потому что там занимались расчетами движения молекул. И мне, как специалиста, еще не специалиста, но, по крайней мере, специалиста по теории динамических систем, мне велели написать правильную теорию, как это надо делать. Потому что они все считали, как Бог на душу положит. И я первое, что я сделал, я довольно быстро доказал, что то, что они считают, не имеет никакого отношения к реальности. И вообще это все не постелил. Я не буду сейчас рассказывать, потому что при этом придется произносить сложные слова, типа порядок разностной схемы. Но для любого человека, у которого есть техническое образование, даже он, когда эту историю рассказывает, очень смеется. Значит, дело закончилось тем, я не просто это рассказал, я на некой конференции, когда два физика поспорили из-за того, что у них там какая-то кривая вела себя разными способами, одна и та же теоретически. А я им просто объяснил, что это не кривая, а ошибки в их вычислениях так себя ведут. А поскольку у них разные методы вычисления, у них разные кривые. После чего меня аккуратно взяли под локоток разные уважаемые профессора, отвели в темный угол. Это обращение еще в 80-е годы, это еще СССР, когда еще наука была такая приличная, сказали, Миша, тысячи людей получают сотни миллионов долларов за ту работу, которую вот сейчас ты критикал. Поэтому будь добр, пожалуйста, больше вот этого вслух говорить не нужно. Заговор в мировой математике. Это не редкость. Это типовая ситуация. То есть не дают математикам работать на благочистое науки? Это математике немножко полегче, да? А вот во всех остальных науках... Да, оставим другим наукам. Вы знаете, с математикой есть серьезная другая история, мне кажется. Дело в том, что математик проявляет себя очень радостно. Не случайно вот у нас есть отбор там, вот понимаете. Вы должны это знать, вы же все потомственные математики. Конечно, да. Отбор в экономисты, понимаете, он не может происходить в школе, там, в пятом классе, потому что здесь есть какие-то практические вещи, которые человек должен знать. С математикой все очень чисто. Во-первых, да, вот практические советы. Как понять, что у вашего ребенка математическое мышление? Не обязательно он должен быть после этого математиком. Но я могу вам сказать, что когда, например, моему сыну, да, ну я, конечно, понимаю, что в семье, которая уже какой-то там 5-4-5 поколений, это не мудрено, но все-таки, когда он был маленький совсем, я садил, вдруг во мне просыпался такой, знаете, правильный папа. Я садился вечером перед сном, ему говорю, давайте почитаю там, я не знаю, там, мужичок с ноготок, Золушку, там, я не знаю, что я ему там говорил. Он говорит, папа, лучше прочитай мне схему метро от станции Беляева до станции ВДНХ, потому что знаковая система... Нет, понимаете, да, вот в этом возрасте, там, сколько ему там было еле, знаковая система была в голове. Он поражал всех наших знакомых, что еще не умея ни читать, ни писать, он мог рассказать, как от любой станции доехать до любой со всеми пересадками в голове, понимаете? А когда мы ехали в лифте и доезжали до первого этажа, он спрашивал, а что там дальше, какая цифра ниже, понимаете? И мы с вами недавно встретились на Патриаршных прудах, где, собственно говоря, мы всегда и жили, и когда ему нужно было написать сочинение, а он еще не знал, что такое сочинение, да? И искали про место. Я сказал, ну, прекрасно, ты же много знаешь про это место, там, Булгаков, то, сё, опять дал ему какие-то материалы. Потом он мне приносит сочинение, и я читаю первую строчку. Мы живем на Патриарших прудах, в скобках 0,99 га. Я понял, что больше говорить не о чем, понимаете? Вот есть такое вот точное, вот абсолютно движение в эту сторону. Я здесь не соглашусь. Я хочу сказать только одну еще важную вещь. И, понимаете, есть еще у математиков, зная многих, вот, например, я, логика, она еще и давлеет. Поэтому я знал прекрасно, что я своему отцу математику, да, могу, если что-то со мной случилось в школе, ну, что-нибудь недалеко, если я логично и строго, но на самом деле не совсем соотносить с тем, что происходило, да, но что-то убедительно расскажу, Длинную, особенно цепочку выстроить, да? Длинную, ну, конечно, не имеющую прямого отношения к реальности, то тогда это его устроит, потому что эта логика будет давлять. И вот это ощущение математиков, что они знают вот эту абсолютную вот такую вот истину, это серьезно, потому что они рано себя ограничивают, начинают как шахматисты заниматься только этим, понимаете? И поэтому их столкновение с миром бывает разное. Бывает блестящее, бывает прорывы, а бывает наоборот. Не, я все-таки не соглашусь, что все предопределено. Ну, может, где-то там, конечно, заложено, но это, конечно, очень глубокая тема, я не хочу, чтобы мы в нее уходили, но в реальности, как мне кажется, все-таки предопределяет учитель, с которым столкнулся человек в школе. Он должен это вытащить, развить, конечно. И главное, ну, привить любовь. И вот, на самом деле, возвращаясь к началу, опять же, отделения на гуманитариях и физиков, и лириков, оно происходит не потому, что кто-то не может. Вот ту школьную программу, в общем-то, может освоить любой. А просто потому, что учитель не увлек, не сложилось взаимоотношение ученика и учителя, а в реальности, если сложится, то, может, и математикой станет. Даже к сожалению, понимаете, в чем дело? К вопросу о тоталитаризме совсем другом. Если вы посмотрите международные результаты, в том числе по математике, Я могу вам сказать, нехти. Как? А были же прекрасны. Я хочу вам сказать, что, к сожалению, тоталитарные системы, они способствуют школьному общему математическому образованию. Потому что, поверьте, ни в одной такой, знаете, свободной стороне не будут складывать школьники там в течение, я знаю, целой четверти, одну, там, 3,50, я не знаю, какого-нибудь там, девятых и 7, какого-нибудь еще жуткую дробь. Вот приведение дробей к общему знаменателю, она, правда, к математике не имеет прямого отношения. Это по теме труд, понимаете? Но в математике много такого должно быть, знаете, как молоток обработать. И если этого не происходит, а и наши учителя, которые умели всегда это делать, чтобы все знали, как решается квадратное уравнение. Зачем оно решается, это уже учителю не каждый может объяснить. А это непросто. Я еще раз говорю, математика вещь неочевидная. И поэтому нужно объяснять, нужно заинтересовывать, о чем Николай говорит. Это новая задача для наших учителей, которые они готовы гораздо меньше... Это система потребления, что потребитель, как теперь себя ощущает у ученика, он должен понимать, зачем ему это нужно. Да, и увлечь надо. Да, но вот тогда, если можно, объясните мне, зачем математика синусы-косинусы школьнику, это первый вопрос специалистам. И второе, я как раз хотела спросить, вот насколько изменился школьный курс математики, стал ли он легче, легковеснее, и должен ли он меняться с течением времени? А, ну, если можно, я начну, раз нас просят объяснить, зачем синусы-косинусы. Да. Давайте я чуть с другого начну. Вот какое расстояние до горизонта? Вы стоите в поле. Вот как далеко вы видите? Ну, прикинуть. Ну, зависит от ситуации, ну, наверное, несколько километров. Ну, несколько, это сколько? Пять или пятнадцать? От видимости зависит, я сразу же. Да, да. Видимости, да. Три. Так просто не возьмешь. Трин. Ну, похоже, порядка. Вот на самом деле, ну, порядок... От миопии моей зависит. Там порядок 4-5-6 километров от роста вашего зависит. Но вот оказывается, чтобы это прикинуть, нужно всего лишь знать радиус Земли и теорему Пифагора. Вы знаете, я точно не так прикидываю, когда вы мне говорите, сколько стоит. Это я понимаю, да. Вот точно я другими методами пользуюсь. Но, тем не менее, вот если я хочу вас аккуратно проверить, вот теорема Пифагора достаточно для того, чтобы... Ну, а я приведу еще один пример. Да. Правильный диаметр Земли измерили 2000 лет тому назад в Толемеевском Египте тоже с использованием теоремы Пифагора. Ну, вот вы знаете, это, конечно, все прекрасно. Проблема, потому что я через 2000 лет не знаю этого диаметра. А вот эффект из этого, знаете, какой вышел? Какой вышел? Да, Рэдбург. Исторический эффект. Дело в том, что когда эта работа была проделана и был получен результат, то тот, кто ее сделал, он решил, что очень большая земля получилась. И поэтому он прикинул коридор ошибок для своих вычислений и взял по всем коридорам, там у него 3-4... Максимальную ошибку. В минимум, да, значит, по минимуму. И получил диаметр Земли на 30% меньше, чем на самом деле. Потом эту цифру предъявил Колумб, когда объяснял, когда просил деньги у Фердинанда и Изабеллы для того, чтобы плыть... А плыть в острова пряности, потому что если на 30% диаметра меньше, Америка не кущая. Ну, я совершенно согласен с тем, что когда ты просишь деньги, в общем, можно иметь какие-то, представляете, математики, но не в этом дело, на самом деле. Понимаете? Не для этого в школе... Ну, конечно, есть люди, которые в дальнейшем будут заниматься математикой или вещами вокруг нее, там так или иначе связаны. Это одно. Но на самом деле дело, конечно, не в этом. Нет, ну давайте просто перечислить. Это окажется где-то в 6-м, 7-м классе. Дело не совсем в этом. Понимаете? Вот как, например, говорил наш замечательный покойный, к сожалению, коллега, которому мы в свое время писали учебники, прекрасный наш геометр Игорь Шарыгин, он говорил, что геометрия – это экологически чистая наука. Понимаете? И прежде всего, особенно ребенку, надо понимать, что это просто красиво. Понимаете? Если это мы будем рассказывать, что тебе в жизни понадобится складывать там в магазине, это отдельный вопрос. Это просто красиво, ты просто получаешь удовольствие от этого. Просто развиваешь мозг. Да, не только… Да не сидит ребенок и думает, так, я развиваю мозг. Да ничего не надо, просто ему интересно. Понимаете? Это красиво, эти задачи. Понимаете, когда ты накидываешь какие-то там задачи, какой-то… Да, и потом, понимаете, где еще это возможно? Ведь дело же не… Вот теория Мефавлора, да? Конечно, может учитель выйти и все сам доказать. Но если ты предлагаешь… Если у ребенка ощущение, что он доказывает вместе с тобой, а может быть и то, типа… То у него же ощущение такое же, как у Пифагора, вы понимаете? Он же первооткрыватель. Вот мы этого не понимаем, когда мы это говорим. И это потрясающее чувство открытия. Это можно сделать только в математике, потому что в других науках это гораздо дальше от того возраста, с которым борется. Все, что в теории чисел, в целом… Это потрясающая вещь. Они просто очень красивые. В этом я говорю о гуманитарности предмета. Не сдавайтесь. У вас очень серьезный оппонент. Практика, конечно, нужна. Отстаивайте, отстаивайте. И я могу сказать, когда в одной статье в газете, я говорю совершенно не про то, так между делом, я объясняю что-то все-таки, что нужно в практике, сказал, вот, пожалуйста, говорю, задача. Один товар сначала, его цена повысилась на 10%, а потом понизилась на 10%. Она стала больше, меньше или осталась той же? Она меньше стала. И… Правильно? Но… Что, нет? Подождите, сначала повысилась. А давайте, вот, давайте оставим это нашим телезрителям. Подождите, давайте это оставим. Давайте вот я все-таки, учитель в душе. Я не хочу сейчас обсуждать. Я предлагаю это нашим телезрителям. Я хочу знать, я сейчас обрастоволосилась или нет? Я уже сижу. Я ударила в грязь лицом. Но главное не это, Фёкла. Вы не представляете, какое количество людей написало в газету? Что? Что без обращения? Ответы, ответы, потому что это интересно. Понимаете? Вот это надо прежде всего развивать, а не только то, что мне понадобится. Не говори, не говори. Оставим телезрителям. Математика, она так должна быть, так и развиваться. Они с готовыми рецептами. Да и с чем? Готовый рецепт. О, Фёкла, я сейчас скажу самое главное. Вы знаете, почему вообще в Греции была демократия, а в Египте, как известно, были фараоны? В Египте какая была математика? Делай так. Это сборник рецептов. А вот та математика как наука, она появилась вместе с демократией, потому что нужно было что-то доказывать. И тут не соглашусь, поскольку, как известно, один из самых выдающихся математиков, Пифагор, жил во вполне себе диктатуре. Я просто помню, как я в журнале «Квант» прочитал доказательства Пифагора об объеме шара, вписанного в цилиндр. Это был первый раз в жизни, в девятом классе я был. Я представлялся, я так не смогу никогда. Это очень сильное ощущение для любого человека, когда ты видишь, что человек, который жил 2000 с лишним лет тому назад, сделал нечто, про что ты понимаешь, что ты так не сможешь. Конечно, потом я научился интегралы считать, и это все как бы не проблема. Но вообще говоря, главное, для чего нужна математика, в том числе геометрия, обязательно. Потому что это демонстрация того, как правильно. Когда тебе потом начинают что-то рассказывать, и ты видишь, ты начинаешь видеть разрывы логики. Воня, ты доказал или не доказал? Это истинная или логика? И вот это замечательно. Я сейчас вспомнил, кстати говоря, вот еще один из моих, так сказать, соавторов по этим учебникам Шарыгина, Георгий Владимирович Дорофеев, наш очень тоже был известнейший методист и профессор математики и так далее. Мы с ним долго сидели и думали, в чем же цель школьного математического образования? Вы знаете, какую мы вывели формулу? Воспитание грамотного электората. Человека, людей, которые могут осмысленно выбирать, так сказать, власть для этого общества, которым нельзя навешать лапшу на уши. Которые поймут, вот когда выступают перед ними, что здесь это чистая туфта, а здесь есть какая-то логика. А здесь есть какой-то смысл, понимаете? Да не только электорат, вообще решение каких-то... Вообще граждане, да, вот человека, который может жить осознанно в этом мире. Человек, который может принять решение. Да, принимать решение. И, кстати говоря, не надо думать, что математики только страшная определенность. Нынешняя математика 21 века и 20-го, это математика в ситуации неопределенности. В конце концов, мы сегодня вспоминали, я, Григорьевич Синая, когда ждали вашей программы, который, слава Богу, канал Культуры, когда ему дали премию Абеля, которая, по-моему, не меньше, чем та, которая должна была быть у Перельмана. Правда, он ее, слава Богу, взял. И я надеюсь, что это поможет математике не только Ягорь Григорьевича. И это уже другая математика. Это не та математика, где из А прямо следует Б, там и так далее. Это математика в ситуации хаоса, в ситуации полухаоса, в ситуации неопределенности, понимаете? Это наша ситуация. Да, и поэтому надо в этом жить, надо в этом осознанно все-таки принимать решения каждому человеку, а не только специалисту в области хаоса, полухаоса и всего остального. Мы должны принимать на себя ответственность, а ее нельзя принять, не имея вот той базовой логики, тех базовых представлений, как в конце концов, в русской гимназии был отдельный предмет логика. Сегодня в школе эту функцию выполняет математика. И в советской школе тоже в какой-то момент была была логика. Сегодня, безусловно, эта функция должна выполнять математика. Не всегда выполняет, но должна. Я хочу Николаю дать слово. Я знаю, что вы занимаетесь, мне очень кажется важным то, о чем мы сейчас говорим, но я знаю, что вы занимаетесь и очень практическими какими-то такими вещами, популяризирующими математику. Я чуть-чуть поспорю с Евгением Абрамовичем. Вы вспомнили Игоря Федоровича. И действительно, вот он частоту геометрии ставил. Но это было из тех людей, которые мог выйти из студии или из аудитории, если что-то плохо сказали про Маяковского. Не то, как он думает. Это еще вот частота не только в математике, но и всюду. А времена, к сожалению, чуть-чуть поменялись. И если вот тогда, я не знаю, почему вы связываете складывание дробей с трилентарным государством, тогда я знаю, вот с стариками много общался, с математиками. Люди готовы были через поле зимой идти, чтобы почитать книгу. Сейчас им приносят книгу, интернет, они не хотят читать. Была увлеченность. И если нам с вами было достаточно написать формулу на доске, ну как вообще всем математикам. Семинары – это тоже популяризация математики. Вы пишете формулу, и все довольны, все рады, красиво в формуле. То вот детям все-таки, мне кажется, действительно иногда нужно помочь переступить в этот мир. И показать действительно, вот зачем нужно… Ну как, например. Да, зачем нужна математика. Ну как, например. Вот простой такой вопрос. Как поворачивать поезд? В чем проблема? У вас радиус внутреннего рельса меньше, чем радиус внешнего рельса. Да. И, соответственно, путь, который проходит внутреннее колесо, должно быть меньше, чем путь, который внешнее колесо проходит. Так. Так. Между тем колеса сцеплены жестко друг с другом и вращаются с одинаковой угловой скоростью. Как решить задачу? Опа. Это труднее, чем про 10%. Конечно. Но там же как-то они… А, то есть, если я скажу, что у вагона колеса вращаются сами по себе, то у паровоза это останется… Не, ну даже не в этом проблема, что вот внешние и внутренние, они вот связаны жестко, в отличие от автомобилей. И, оказывается, помогает геометрия. У вас колеса чуть-чуть конусные. И смещение конуса, вы получаете, как будто бы колеса переменного радиуса. Внешнее колесо чуть больше в радиус, чем внутреннее. И вот смещение колесной пары относительно полотна… Додуматься до этого, если вы не знаете много чего вокруг, невозможно. Хотя идея, в общем-то, простая. А еще что-нибудь расскажете? А вот Николай рассказал историю о том, как учить математике. Я хочу сказать о том, как учить с помощью математики. Это тоже очень важная задача. Вот, например, любая задача, которая есть на уроке, опытный учитель знает заранее, какие ошибки там большинство сделает. Да, это понятно. И вот я один раз сделал так. Я выписал на доске вот тот неправильный ответ. который получился у большинства. И тот правильный, я просто прошелся по классу, и тот правильный, который получился у двух-трех, но особенных двух-трех, да, которые прошли мимо этой ошибки. И я говорю, ну сколько человек? Давайте выясним, у кого этот ответ? Поднимите руки. Там получилось 25. А у кого этот ответ? Получилось 3. Я говорю, ну все, большинством голосов, говорю я, мы пришли к этому ответу. Ребята, занервничали. Я стал и спрашиваю, а почему вы занервничали? Все в порядке. А что, большинство голосов, все нормально. Демократия. Они говорят, нет, подождите, все-таки надо разобраться. И они пришли к тому, что, во-первых, большинство не всегда права. Вот вы все время про гражданское общество людей учите. И это можно научить на уроке математики, а не только на уроке, как сегодня кричат, истории или общество знаний и так далее. Вот, пожалуйста. И гораздо нагляднее. Второе. Они пришли к выводу, что мнение каждого, это не совсем одно и то же. Вы видите, это же три самые умные в этой области. Это у них получился другой ответ. Давайте все-таки прислушаемся к тому, что они говорят, потому что они в этой области разбираются лучше. В этом месте. В этом месте, да. В этой области, понимаете? Я хочу спросить, может быть, о помощи математике в той сфере, где сейчас ждут больше всего помощи. Могут ли нам помочь математики в просчитывании, например, кризиса или, мне хочется сказать, выхода из кризиса, но мы пока что еще даже не знаем сути кризиса. Вот здесь математическая наука, как может подставить плечо экономистам и руководителям страны? Никак. Хорошо, понятно. Поехали к другую тему. Я очень согласен, так или не так. Понимаете, что я делаю? А как мне не нравится слово просчитывать? Давайте, нет, потому что я говорю математики. Скорее модели построить. Да, да, да. Объясню. Да, вот у меня так получилось, да, я окончил кафедру теории вероятности. И я в конце 80-х работал в системе Госкомстата, еще СССР. По этой причине я очень хорошо понимаю, что математика это в любом случае инструмент, который работает с некоторыми параметрами, когда она обращается к практике. Без этого никуда. А если у вас эти входящие параметры политизированы, то вы ничего не можете сделать. Но вы скажите, вы можете просчитать? Математики могут вы просчитать? Мы засекретим сразу данные. Но что-то могут. И могут просчитать какие-то экономические конструкции выхода. Но мы же рассчитали вот этот экономический кризис там за 10 лет. Вот это все. По-моему себе, ну да. Вы знаете, в конце концов, мы все прекрасно знаем, что Нобелевские премии в математике не даются, да, даются по экономике. И если говорить про того, кто из России получил Нобелевскую премию, то это академик Антаройш, который математик. Значит, все-таки математические модели имеют какой-то смысл. Я не хочу выгрублять в экономику. Да, теперь я хочу сказать другое. Понимаете, когда от математики ждут вот такого конкретного вот применения здесь и там, такой прямой связи нет. Вы знаете, здесь знаменитый анекдот, когда летят на воздушном шаре там два человека внизу, и они не понимают, куда они попали, да. И вот стоит на земле человек, они его видят, спрашивают, скажите, пожалуйста, а мы где сейчас находимся? Он отвечает, вы находите, он задумался, потом отвечает, вы находите на воздушном шаре. И один другому говорит. Так, нам отвечала математика. Это почему ты так решил? Во-первых, он сначала подумал. Во-вторых, он дал ответ абсолютно точный и не имеющий никакого практического применения. Понимаете? Так что не так все прямо, что мы вам сейчас завтра с утра скажем, в какой банк нести деньги, на что их менять там и так далее и тому подобное. Не в этом задача математики. Но любой человек, который сейчас занимается, правильно занимается кризисом или неправильно, он все равно сидит за компьютером. Вся вот то, что вы сказали, дигитальная цивилизация, числовая, цифровая цивилизация, это все базовая математика. Понимаете? Поэтому будьте осторожны. Когда говорят про всех наших хакеров, про всех наших и не наших и так далее. Вот я вам говорил, что математические мозги, они очень рано развиваются. И если вы параллельно с этим не разовьете этику этих мозгов, понятно? То они все станут хакерами. То вам этот экономический кризис покажется такой ерундой. Понимаете? Потому что это очень важно, чтобы вот эти математические мозги, понимаете, чтобы гений злодейства все-таки были несовместны. Это тоже очень серьезная работа. И в этом смысле математические школы, если в них не заложено этическое начало, которое всегда было заложено в российских математических школах. Когда мы говорим о Калмогорове или о каком-то еще из наших великих математиков, понимаете, там было очень серьезное этическое начало, а не только гениальное математическое начало в этом. Вот это очень важный момент. И поэтому я не понимаю, почему на уроках литературы мы проходим биографии, а не только произведения. Мы же знаем, что происходило с Львом Толстым в разных ситуациях. А вы думаете про Лобачевского или про Калмогорова, или про Ковалевского? Это менее интересно? Ведь то, что делал Лобачевский, это не только то, что он сообразил и понял, и так далее, а то, что он посмел пойти против всей Академии наук и всех на свете, потому что он понимал, что это так. Для него это было особенно сложно, потому что те, кто как бы вместе с ним это развивал, в Венгрии еще где-то, это были люди, ну как бы независимые. А он был встроен в иерархию, а в иерархии это еще сложнее. И другие не решились. Да, вот Януш Бальяй в Венгрии или Гаусс, которые параллельно придумали того же, но они не решились это сказать. Вот же что важно. Какие смелые математики. Более того, все-таки в российских традициях всю жизнь было именно, что на том общем образовании, культуре и этике действительно учатся, не в обиду будет сказано, естественная научная дисциплина, математики, физики. И вот когда я читаю лекции по России, там вот со школьником во многом, ну просто иногда волосы дымом встают, когда спрашиваешь чего-нибудь из истории, ну такой из общекультурной истории, там вот пример работы математики. Вот катафод все видели на машинах, на велосипедах, там совершенно простейшая математика работает. И один из вот таких известных катафодов, он был на луноходе. Показывают наш фильм из проекта, вот у нас в лаборатории есть проект математические этюды, фильмы о математике, такие вот приложения. Показываю луноход, спрашиваю у детей в какой-то там очередной аудитории, когда луноход преломнился на Луну. Ну конкретного года не жду. Я, кстати, тоже не вспомню в какой-то момент. А? Потому что хотя бы... Но все-таки оценку сделайте. 73-е? Ну близко, 70-е. 70-е. Да. Я в школу учил. Ну там написано СССР, говорю, ну давайте, ну вот СССР, там можно оценку сверху, оценку снизу. Когда СССР организовался? И когда вот конкретно этой аудитории у большинства детей СССР после войны возникло, то это становится страшно. Я прошу прощения, но я вам расскажу куда более страшную историю с точки зрения именно культуры. Я как бы когда рассказываю лекции по экономике, значит, ключевой момент для современной экономической теории это 1517 год. Да. Вот современный капитализм, толчок к его возникновению это 1517 год. Я говорю, в этот год Мартин Лютер. Дальше, значит, я останавливаюсь и спрашиваю, кто знает, кто такой Мартин Лютер. Вот в провинциальных вузах, все-таки в московских, в ленинградских и в новосибирских получше. А вот в провинции из нескольких десятков человек в зале один-два вспоминают Мартин Лютер и Кинга. Я тоже подумала, что это тут же... Кто такой Мартин Лютер, не знает никто. Более того, тогда я задаю вопрос, а кто знает, кто такой Магомед? Никто не знает. Я говорю, ребята, а что такое мусульмане, вы знаете? Да, это они знают. Хорошо, а Христа вы знаете? Вот. И вот, как бы, люди не понимают, да, что... Ну вот, нету, да, отсутствие полоски. Скажите... Собственно говоря, вот, должны учить, вот я поддерживаю Евгения Брамович, должны математики, физики и прочие естественно науки нести культуру. Наряду с гуманитариями. Иначе будет совсем плохо. А у гуманитариев это... У них там свои принципы. Да, про этого говорить нельзя, это нехорошие... Я предложу, чтобы вначале убрать это разделение. Понимаете, страшнее другое. Когда сейчас говорят о том, что нужно в школу вводить духовно-нравственное воспитание, это представляет тоже как отдельный урок. Вот знаете, в конце... А во всем остальном нет ни духовности, ни нравственности. Вот давайте с утра мы будем там морочить голову, там, унижать, создавать такую атмосферу, да. Вот ты решишь уравнение, да, нет расстрела. Понимаете, ни удовольствие, ни постижение, а совершенно другое. А потом на седьмом уроке после этого года, сейчас мы вам придем и расскажем про духовно-нравственное воспитание. То есть я хочу сказать, что потенциал математики как предмета, как науки, ее истории огромный, а для России чрезвычайно важный, да. Причем я хочу вам сказать, что не случайно, в конце концов, в нынешней ситуации принимается какое-то очередное постановление, не знаю, сколько оно будет решено, но там отдельно написано о развитии математики. Да почему? Да потому что, понимаете, в чем дело? Потому что здесь есть о чем говорить. Потому что действительно надо хорошо понимать, что когда мы говорим, что в России есть бренды, да. Математика один из них? Один из них это математика. Та же, как литература, та же, как русская поэзия, русская литература, особенно 19 века, да, да и 20-го. Потому что математика это один не только из наших брендов, а то, что за этим стоит. То есть, понимаете, русская математика, я помню, я приехал со школьниками на международную такую, ну не олимпиаду, а там представление проектов, талантливыми школьниками своих проектов, да. И секция математики, это было в Венгрии, значит, секция математики, там сидели руководители, которые должны были слушать то, что есть. И надо было потом обсуждать, кто лучше. И когда сели, это были люди из разных стран, и все должны были говорить по-английски, естественно, в такой ситуации, да, когда начали выяснять, в какой-то момент кто-то сбился и спросили, слушайте, а можно говорить по-русски? И выяснили, что только представитель жюри венгер, который не может говорить по-русски. Все остальные люди, привезшие вот этих самых талантливых детей из разных стран, они все, как бы, говорят по-русски свободу. Как это было на заре Голливуда. Да, да. И эта школа, понимаете, вот она существует. Она очень многое дает всему миру. Мы это знаем, что математика очень сильно может... Вот я 25 раз не хочу говорить про цифровую цивилизацию, да, но тем не менее это правда. Это у меня сейчас вопрос про цифровую цивилизацию. Понимаете, это правда. Но я хочу перед этим спросить у Николая, что это за такие прекрасные вещи, которые вы принесли, для чего? Да, Евгений Амбранович говорил про школу, которая дает... Вот эта школа, человек, который использовал это дело в архитектуре, тоже открыл новое направление, которое сейчас очень известно. Попробуйте повернуть. Повернуть. О, я знаю, что это... О, мы же на телевидении все строили. А что это такое? Ну, мне кажется, что... Где видели такое, да? Ну, во-первых, во-первых, это, конечно... Я хотела сказать, что Шуховская башня там устроена. Абсолютно правильно. Но не только Шуховская. Есть еще, я забыла, где такая стоит, очень похожая тоже башня. А это тоже Шуховская. Водонапорная Шуховская. У него есть водонапорная башня, такая же одно звено. А может быть. А сколько их примерно? Какая красота. Шуховом был настроен. Нет, он их много настроен, осталось здесь. Я знаю, в городе Выксе есть такая башня. Осталось даже больше. Вот удивительно, что совершенно по культуре, по образованию инженер. Да, абсолютно. Да, который придумал вот эти вот конструкции гиперболических башен. И кайф в том, что у вас неровная поверхность, а стоит из прямых. Вот Шухов больше 200 башен по всей России настроил. Причем... Гораздо меньше осталось. Осталось, да, но он понимал, что... Слава Богу, что осталась наша Шаволовская. Он понимал, что вот башня должна вписываться в архитектурный облик. Кроме технических параметров, он вот действительно следил. И вот это вам примеры культуры. А я продолжу. Должно быть красиво. Да, должно быть красиво. А что вот эта цветащая тарелка? А вот здесь вот свинка стоит. Потрогайте ее. Свинку возьмите. Вот эту? Да. Все мимо. А где же она? Ну вот она там спрятана внутри. А на самом деле действие... Это какая-то оптика. А? На самом деле это математика. А? Причем школьная математика. Причем школьная математика, да. А вот те самые параболы, которые проходят в школе, у них оптическое свойство. Вот, да, да. Да. Вот пример того, как работает это оптическое свойство. А на самом деле фара автомобилей. А-а-а. Можно готовить еду. И вот все спутниковые тарелки... А вы лучше покажите зрителю другую. Вот выньте свинку. А, вот она. Свинку выньте. Чтобы напомнить зрителю, что бывают зеркала, которые не только право-слево, но и вверх-внизу переворачиваются. Давайте я вам покажу. Да, слушайте, все перевернулось. Зрителям можно. Котик, я попробую. А почему они переворачивают? Это мы тоже оставим зрителям. А вот это уже, да. Это самостоятельное упражнение. Довольно известная штука, да. А вот это что за бумажка? А это просто сложенная из бумажного листа картинка, на которую нужно посмотреть и пытаться ее воспроизвести. А можно это, короче, в руках? Нет, в руках нельзя. Ага. А вопрос, как она сделана, вы видите, да. Из одного листа без склеения? Да. Ну, где-то там перевернуто что-то. Все-таки не гуманитарий. Во второй раз. Да, выдаёт себя. Перевернуто, да. У нас очень мало остается... О математике, скажем, там, какая-то сейчас задача у мировой математики, если есть, то наверняка трудно будет объяснить, но вот над чем работают, скажем, большинство математиков мира? Или математика прикладывается к каким-то самым разным областям сейчас, к физике, к медицине? Масса разных задач, во многом есть приложения. Даже вот мы сейчас собираем книжку, которая называется «Математическая составляющая», так вот необычно, где математики пишут разные сюжеты. Вот исследование интернета – это тоже математическая задача, предсказание спама, и там возникают математические задачи. Построение не рентгеновского томографа, а ультразвукового – это тоже там куча нерешённых задач. Я опять по прикладным иду. Криптография. Да, криптография. Есть вот у нас 300 страниц уже, и каждый сюжет всего на 2 страницы. Вот 150 – это просто сюжет, вот где применяется математика, причём иногда современная. Я думаю, что проблема, знаете, здесь в чём ещё для самой математики? Она заключается в том, что учёных, которые видели бы всю математику, ну, в основном, конечно, да, как таковой, пожалуй, вот, ну, знаменитая история с проблемами Гильберта, да, вот, пожалуй, Гильберт в начале 20 века, был таким математиком, который мог сформулировать задачи, которые представляют большой прорыв в разных областях математики. Ну, как в тот же Лобачевский, о котором вы говорили, это же изменило вообще всю... Ну, Лобачевский, да, ну, это одна вещь. А здесь в разных областях математики, причём, вы понимаете, вот что интересно, не только в математике, а в любой ситуации, что сформулировать, это сейчас ещё труднее, чем решить. Вот, и он это смог сделать, и знаменитое решение проблем Гильберта каждый является мировой сенсацией, как мы знаем, да, ещё не все они решены. И, ну, вот, мы упомянули Калмагору, пожалуй, Андрей Николаевич был вот таким вот универсальным математиком, да, ну, наверное, не совсем... А сейчас такие невозможны, потому что просто наука развивает... Чрезвычайно сложнее. Уже Бурбаки, как известно, это был не один человек, да, а целая группа под именем Николая Бурбаки, которая тоже пыталась осмыслить вот это самое... Ну, а в этом смысле Гильберт и Бурбаки, они шли в одном направлении. Вот там есть одна очень интересная вещь, которая меня тоже в своё время потрясла. Вся эта попытка придать математике некоторую такую логическую изначальную цепочку, да, алгоритмическую. Она уткнулась в работы ученика Давида Гильберта, Курта Гёделя, который доказал там несколько теорем, главный из которых состоит в следующем, что какую бы мы ни взяли теорию, в ней всегда найдётся утверждение, про которое в рамках этой теории нельзя сказать, оно истинное или ложное. Это теорема Гёделя о неполноте. То есть, какой бы мы ни взяли теорию, всегда найдётся утверждение, истинность или ложность которой в рамках этой теории понять нельзя. То есть, всегда есть исключение из права, да? Всегда есть исключение из права, да? Если очень вульгарно, периодически. Я думаю, что эта теорема Гёделя имеет отношение не только в математике, важно её знать. Для жизни. Замечательность состоит в том, что для доказательства теоремы Гёделя достаточно школьного курса. То есть, есть доказательства теоремы Гёделя, которые может понять школьник. Ну, вы знаете, не всегда должны быть доказательства. Достаточно, мне кажется, не забывать говорить ребятам, что есть доказательства, и вот это доказательство, вот этого факта. Не обязательно всё на свете доказывать. Надо понимать, чтобы они понимали, что это существует. Ещё один вопрос, на который буквально, к сожалению, в прямом смысле остаётся минута, а при этом вопрос не совсем простой. С одной стороны, мы все живём в эпоху оцифровки всего и вся, я сама с удовольствием этим занимаюсь. Вот там собрали сечение Толстого, оцифровали недавно с волонтёрами. То есть, это я к тому, что в самые гуманитарные сферы входит компьютер-оцифровка. И как бы мы стали все немножко больше математиками, потому что все пользуемся компьютером и так далее. С другой стороны, как только появился калькулятор, я вижу, как следующее поколение, даже по сравнению со мной ещё с советским школьником, просто в магазине себя ведёт уже гораздо хуже в смысле математики. Что происходит с общим уровнем математики? Какой он становится? Выше, ниже? Что с этим делать? Нет, ну если про профессиональную математику говорить, там стоянная математика. А в общем образование, конечно, падает. Падает. Потому что всё можно посчитать на телефоне. Нет, не совсем поэтому. Но вы знаете, на самом деле есть эта проблема, в том числе калькулятор. Вот смотрите, мы отлично знаем, что мы в городе сейчас, там машины и так далее, и мы перестали ходить, гулять, бегать и так далее. Люди бегают, правильно? Да. Люди сидят на велосипеде, крутят колёса даже дома и так далее. Понимаете, конечно, с развитием всего этого прогресса, вот некоторые вещи, которые отвечали за устный счёт, вспомните знаменитую картину, да, устный счёт, и за все остальные проблемы, они всё равно, как бы ты в школе это ни... Они всё равно немножко атрофируются, так или иначе, потому что тебе это столько не нужно. И мне недавно, буквально на днях, мой приятель, очень такой крупный программист, сын которого, кстати, один из наших крупнейших молодых математиков, известнейших, он мне сказал, слушай, ты знаешь, я обнаружил недавно, что я в таблице умножения нечасто использую вещи, вдруг я чувствую, что я не сразу соображаю, понимаете, не сразу вспоминаю. Это серьёзно. То есть нужно думать нам, так же, как с велосипедом, так же, как с пробежками, чем это компенсирует. Потому что что у нас в голове... Нужно занимать голову и решать математические задачи. Что у нас в голове умирает вместе с этим? Это большая проблема. Мы для айфонов и айпадов сделали интерактивную реализацию книжки Рачинского «Тысяча и одна задача для умственного счёта». Она вышла на первое место не в эдюкейшн-категории, а в топ-овер-олл. И народ писал, как приятно же подумать. Говорят, первые задачи сложные, а потом увлекательные. А потом увлекательные. То есть люди с удовольствием занимаются. Хотя больше миллиона человек. Здорово, спасибо. Многие люди привыкли бегать или крутить велосипед. Вот крутите здесь тоже. И это будет приятно. Это замечательное напутствие в конце нашей программы. Что вы говорите? Эндорфины образуются, как ни странно. Радость. Радость появляется. И она чистая. Чистая, красивая. Спасибо большое за этот чистый, красивый и очень эмоциональный, весёлый, можно даже сказать, разговор, который мы вели о математике с Михаилом Хазиным, с Николаем Андреевым и с Евгением Бунимовичем. Спасибо большое. И давайте чего-нибудь там посчитайте у себя в голове для своего удовольствия и радости. Спасибо. Это была программа «Наблюдатель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова